Очень важный момент – помнить качественные реакции, которые вы изучали. Говорят, что химия – сложная наука. Только не для учеников химико-биологического профильного класса хобейского лица и интерната. Эти ребята знают формулы на зубога, ведь в будущем каждый из них мечтает связать свою жизнь с одной из самых благородных профессий. Я хочу стать врачом. Планирую после 11 класса поступить на высшее учреждение. Пока не знаю, какую специальность выбрать, потому что думаю ещё. Но хочу стать врачом, потому что для меня это очень интересная профессия, желание помогать людям. Да, она учится на отлично. И у неё есть все шансы поступить в медицинский вуз. Плюс она победительница всевозможных школьных олимпиад. Впрочем, среди её одноклассников сложно найти троечников. Ведь каждый из них перед тем, как поступить в этот лицей, прошёл строгий конкурсный отбор. Помимо химико-биологического, в интернате есть физико-математические и гуманитарные классы. Педагоги стараются, чтобы ребята получили качественные знания. Они надеются, что с переездом в новое современное здание в истории лицея начнётся новый, ещё более успешный этап. То, что сейчас у нас строится новое здание, это, конечно, очень прекрасно, потому что там же будут особые условия с новыми требованиями. У меня будет, я надеюсь, лаборатория. Мы уже можем проводить опыты, показывать детям. Это, конечно, поможет увеличить уровень знаний детей. В лаборатории актовы и спортивные залы, столовая, просторные и уютные классы с современным оборудованием. В новом здании появится всё, чего так не хватало педагогам и ученикам, ведь его площадь почти в три раза больше предыдущего. Шесть тысяч квадратных метров. Из них четыре с половиной где-то это надземная часть, полторы тысячи подземная часть. На двести шестьдесят четыре ученика. Мы на сегодняшний день заканчиваем железобетонный каркас, приступаем к кладке стен. Стены будут и газоблочные стены, по ним утеплитель и декоративная штукатурка с покраской. Но детям будет уютно, тепло, комфортно? Да, да. Школа будет современная, уютная, наворотная. Нынешнее здание лицея признано аварийным. И это неудивительно, ведь оно было построено ещё в шестьдесятых годах прошлого века. Скорее всего, оно пойдёт под снос. И на его месте появится спортивная площадка, где ученики лицея смогут заниматься физкультурой на свежем воздухе. Вместе с тем в новом здании будет оборудован хореографический зал, о котором так мечтали дети. Раньше они проводили репетиции в спортзале. Но несколько лет назад не его признали аварийным. Кроме урочных занятий, у нас очень много внеурочных занятий. Наши дети заняты, как я уже вам сказала, и у нас имеется точка роста. У нас имеется танцевальный ансамбль, народный ансамбль танца «Синт». Очень прославленный такой ансамбль. Наши дети занимаются. И сейчас, конечно же, в спортзале нам не разрешают занимать, потому что это аварийная часть нашего здания. Но в любом случае наши дети занимаются. Рядом у нас есть ФОП. Актового зала у нас до сих пор не было. А вот сейчас уже в новом здании, конечно, это будет. Кроме того, в школе полностью обновят мебель. Старые парты, стулья и шкафы больше не будут печалить своим унылым видом. Строители на объекте трудятся в ударном темпе и укладываются в график. И уже в новом учебном году дети и их педагоги должны перешагнуть порог нового современного здания.